С Городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. В программе «Утро на Болткоме» продолжаем говорить о бизнесе. Олег Пеков, Александр Шунин, к нам присоединяется докторант экономики и финансист Татьяна Латышева. Здравствуйте, доброе утро, Татьяна. Здравствуйте. Мы поговорим, наверное, ну вот о том, вопрос такой, можно ли действительно поставить на паузу бизнес, когда, ну, в принципе, государство как будто бы относится к тому, что вот сейчас трудные времена, локдаун, вот раз по щелчку как будто бы бизнесмены могут все затормозить, и предполагается, что никаких трат у них в этот момент нет, а затем через какое-то определенное время, месяц, там, несколько недель, можно точно так же по щелчку все запустить как будто бы с того же места. Такое впечатление, вы же бизнес, вы же заработаете, какая разница, какие тарифы на отопление, на газ, на свет, на все что угодно. И опять же, мы обычно говорим о простых людях, об обывателях, а бизнес же тоже платит по счетам, и вот хотелось бы узнать, как живет, чем дышит экономика в современных реалиях при нынешних ценах. Татьяна, слово вам. Да, спасибо. Действительно, очень интересный вопрос, и, наверное, чтобы совершенно всем было понятно, на каких цифрах мы ведем речь, то можно посмотреть совершенно простой пример для, например, среднего домохозяйства, которое в Риге, допустим, потребляет 150 кВт в час в месяц, и сравнить тарифы, которые были, например, в январе, ну не тарифы, а абсолютную величину суммы счета в январе 2021 года, и то, что мы можем получить сейчас. Если, например, счет в январе составлял около 20 евро, точнее говоря, 20,38, то сегодня то, что мы можем как бы из тех цен, которые мы получаем с биржи, что мы могли бы, допустим, там получить, сэкономить, если государство, например, вообще никакую поддержку не оказывает, то это было бы 31,91, то есть почти 32 евро. Если, извиняюсь, с поддержкой, без поддержки 36 евро. Если, допустим, ПВН убрать совсем, нулевую ставку применять, это будет 30 евро. И, допустим, если ставка на ПВН будет 5%, это будет 32 евро. То есть и эти все цифры мы ставим против 20 евро в январе 2021 года. То есть мы понимаем, что это вообще несоизмеримые цифры. Даже для небольшого домохозяйства, и любые меры поддержки, которые сегодня могли бы быть, или, допустим, даже уже предлагаются и будут реализованы, они чуть-чуть, ну как бы настолько чуть-чуть, что несущественно даже для домашнего хозяйства. А теперь давайте посмотрим, что происходит в бизнесе. В бизнесе ситуация такая, что есть складские помещения, допустим, где хранится товар, которым должна поддерживаться определенная температура. Эти склады могут быть достаточно большими. Плюс площади рабочие, где работают работники, заводы какие-то, которые тоже нужно отапливать, чтобы люди там не мерзли, находились в какой-то там нормальной ситуации. Если раньше, даже опять же, возвращаясь к домашнему хозяйству, можно было, да, окей, немножко холодно поставить электрогрелку, и то же самое делали на предприятиях, да, если вдруг, допустим, температура очень сильно падает, можно было просто какие-то электрические обогреватели подключить, чтобы народ не страдал. Сегодня размер счетов такой катастрофический, что, ну, скажем так, в среде бизнеса полный ступор и непонимание, что делать дальше. И все это, я хочу заметить, происходит на фоне кризиса, вызванного распространением вируса. Да, ограничения у нас не сняты. И что касается самой поддержки бизнеса, то, естественно, здесь опять нужно сказать, что делается все, что может, предлагаются опять гранты, предлагаются субсидии по зарплатам, но из-за больших задержек, согласований с европейскими организациями контрольными, бизнес получил первую поддержку, допустим, там за октябрь в конце декабря, то есть если мы говорим о зарплатах, да, допустим, если предприятие закрыто или работает частично, опять из-за ограничений, связанных с распространением вируса, то фактически люди или сидят без зарплаты, или предприятие идет на то, чтобы опять какие-то ресурсы получить и эти зарплаты заплатить. Вчера я участвовала в очень интересной дискуссии на кафедре Латвийского университета. Там такая интересная ситуация, защищается параллельно две работы, в которой, с одной стороны, то есть одна работа защищается на тему, что дефицит государственного бюджета может быть увеличен, да, ради того, чтобы поддерживать экономику, и в этом ничего плохого нету, и параллельно защищается работа, в которой, наоборот, говорится, то есть высказывается мысль о том, что нельзя сейчас, испугавшись кризиса, потратить вообще все деньги, то есть открыть все свои кладовочки, использовать все ресурсы, продать, условно говоря, вперед все, что есть, то есть взять кредиты и оставить детям вот выжженное поле, да, то есть потому что мы когда-то испугались и побоялись кого-то потерять. И очень интересный момент, что также в профессорской среде было высказано мнение, что, ну, да, окей, если предприятие не может выжить в кризис, то, ну, может быть, оно должно погибнуть. Прекрасный подход, замечательный подход. Да, но мое личное мнение, что государство нам для этого и нужно, да, то есть когда все хорошо, у нас и так все хорошо, мы там соблюдаем правила дорожного движения, да, и как бы, и вот там, пожалуйста, контролируйте, чтобы кто-то друг друга там не нарушал права, там, право на жизнь, да, право на имущество. Как раз в кризисных ситуациях, тем более, когда кризис искусственно созданный, да, то есть это никогда нарушено какая-то, то есть нарушение в структуре экономики произошло, допустим, как были вот у нас кризисы с недвижимостью, да, там, банковский кризис, тогда было нарушение именно в самой структуре. Сейчас это искусственный кризис, который просто вот остановил бизнес, и как раз роль государства в том и заключается, чтобы переспределить ресурсы таким образом, чтобы выжили те, кто сейчас находится в более тяжелом состоянии, и не по своей вине. Это ведь то же самое, это помощь, допустим, там, пенсионерам, да, помощь там, как бы, там, инвалидам, то есть мы все понимаем, что эти люди должны получать поддержку. С бизнесом сейчас фактически происходит такая же ситуация, и ресурсы должны быть перераспределены таким образом, чтобы максимально возможно поддержать предприятия. Более того, за эти два года мы вложили в поддержку экономики безумные средства, да, то есть мы там, как бы, говорили, что во вторую волну там полтора миллиарда в целом, да, в экономику было влито. Сейчас вот уже за эти несколько, фактически, вот месяцев уже 33 миллиона на поддержку бизнеса было потрачено, а вот служба госдоходов недавно отчиталась. И в этой ситуации, когда такое количество денег потрачено, и опять, да, это очень тяжелая ситуация, опять новый вызов, то есть не закончился еще вызов распространения вируса, мы получили новый вызов увеличения электроэнергии, и, естественно, это очень тяжелая ситуация. Но какое найти решение, сложно сказать, потому что любое решение, оно вызывает тот же дефицит бюджета, да, что бы мы ни предлагали, снижаем налоги, есть дефицит бюджета, снижаем доходы бюджета, допустим, когда мы сокращаем стоимость услуг, да, то, что бюджет недополучит, опять нагрузка на бюджет. Тем не менее, какие-то решения искать необходимо, хотя бы для того, чтобы все предыдущие шаги, которые уже сделаны и деньги уже потрачены, в любом случае, чтобы это не прошло зря. А вот насчет не прошло зря, Татьяна, я напомню, мы беседуем с финансистом Татьяной Латышевой, вы говорите, влиты в экономику, ну, не только вы, вообще, это известный факт, более полутора миллиардов евро, это, ну, невероятно, это космические деньжищи, но с точки зрения, опять же, простого обывателя, жителя страны, бизнес получил на поддержку такие деньги. Ну и чего вы ноете? Вот так хочется спросить. Либо, ну, полтора миллиарда влиты в экономику. Более, нет, я продолжу свою мысль. О том, что тарифы вырастут, было известно несколько месяцев назад. Это нет такого, что прилетела ниоткуда космическая тарелка и упала всем на голову. Я так вот немного эпатажно хочу подвести к вопросу. Действительно ли этих денег должно было хватить, но по какой-то причине не хватило, либо они были неправильно перераспределены со стороны государства, либо они были неверно использованы уже самим бизнесом? Значит, смотрите, спасибо, отличный вопрос. Дело в том, что подводить итоги о том, правильно были потрачены деньги или неправильно, мы можем только тогда, когда закончилась ситуация, из-за которой были эти все расходы вызваны. То есть, допустим, кризис закончился, распространение вируса, я имею в виду, все ограничения сняты, и мы видим, допустим, что, скажем, туристическая отрасль и отрасль гостеприимства, там, включая рестораны, которые больше всего сейчас страдают сферой искусства, концерта, и мы видим, что она полностью восстановилась, ну, скажем, или пошла наверх. И мы можем говорить, что да, средства потрачены правильно. Если мы видим, допустим, что все закончилось, кризис закончился, ну, допустим, не знаю, там, отрасль, те отрасли, в которые деньги вливались, они не выжили, не ожили, да, тогда, наверное, мы будем вынуждены сделать печальный вывод, и именно тогда можно будет уже провести какие-то исследования и увидеть, почему это произошло. Поэтому сейчас подводить итоги рано. Что касается бизнеса и вот этих тарифов, о которых вы говорите, что было заранее известно. Да, было заранее известно. Я, наверное, сейчас больше с точки зрения экономики хочу прокомментировать эту ситуацию, что мы должны понимать, что рост вот этих тарифов бизнес сам компенсировать не может. Ну, то есть, как бы, просто включить свои расходы и сказать, что все прекрасно, потому что тарифы растут везде, да, то есть не только в Латвии. Мы получаем, скажем, сырье, если мы закупаем сырье извне, мы получаем его уже с новыми, по новым тарифам, потому что, ну, в смысле, по новым ценам, потому что в них уже заложен выросший тариф. Мы привозим его на свои, там, допустим, склады и перерабатывающие заводы. Там у нас опять добавляется новая стоимость энергии, потому что мы, там, используем электричество для работы, там, станков предприятий, ну, как бы, там, оборудования какого-то. И, соответственно, продукция, которая выходит на прилавок, она получает внутри своей стоимости добавку стоимости энергоресурсов в несколько раз. И проблема состоит в том, что при неизбежном, при неизбежном росте стоимости товаров и продуктов на рынке, которые тоже, да, то есть сейчас эти тарифы только начинают действовать, это значит, что вся продукция, в том числе корзина первой необходимости, она очень резко вырастет. И если мы говорим о механизмах, которые могут компенсировать стоимость энергии, проблема опять в чем? В том, что если государства, в том числе, там, по Европе, да, европейские, будут просто датировать в какой-то момент, допустим, там, компенсировать в виде пособий, там, как бы, любыми компенсациями, это будет раскручивать инфляцию, да, потому что, как бы, потому что стоимость все равно будет оплачиваться, она будет просто погашаться входящими субсидиями, это, как бы, и инфляция, и майонтник инфляции будет раскручен. Поэтому, допустим, ну, опять, решение для Латвии было бы прогрессивным, наверное, все-таки начать с пересмотрения налогов на электроэнергию, потому что, ну, это было бы, это, по крайней мере, да, как я уже говорила, это не принесет каких-то больших, ну, мы не почувствуем это очень сильно не в своих счетах, да, то есть не, как бы, в стоимости какого-то конкретного продукта, но в целом по стране это будут очень большие деньги, и которые... И бизнес выдохнет, в принципе. Что? И бизнес выдохнет, в принципе. Ну, если придется меньше платить за энергию. Бизнесу, конечно, будет легче, потому что мы говорим о других суммах. Более того, давайте не будем забывать, что 50 тысяч предприятий у нас находятся вообще ниже порога налога, например, там на добавленную стоимость. Они, в принципе, это почувствуют просто в реальных деньгах, если мы говорим о каких-то маленьких предприятиях, которым тоже очень нужна поддержка, и которые тоже в первую очередь страдают от коронакризиса. И опять возвращаясь к поддержке бизнеса и вот к высказанным сомнениям, нужно ли эти деньги вливать, продолжать в бизнес, я хочу еще раз подчеркнуть, что даже когда никакого кризиса нет, бизнес в Латвии вести очень тяжело. У нас маленький рынок, у нас платежеспособность населения тоже, ну скажем так, оставляет желать лучшего. Это тоже наша основная проблема. Плюс давление, сейчас страшно непопулярные вещи будут говорить, литовского капитала, эстонского капитала, который там просто раздавливает местный бизнес, с которым постоянно мы должны бороться, считаться с тем, что вот они пришли, значит, сейчас опять условия игры на рынке поменяются. И при этом, когда экономика просто берет и останавливается вот искусственно, да, то, ну, наш бизнес уже сам без поддержки не выживет. И нужно понимать, что при этом, если гиганты в Литве и в Эстонии, которые здесь на нашем рынке являются сильными игроками, будут поддержаны, да, и переживут этот кризис лучше, чем мы переживем, ну, как бы, тогда опять вопрос вот возвращается, да, там должен погибнуть или не должен погибнуть тот, кто сейчас находится в трудной ситуации. И тогда для чего, в принципе, нужно государство, если оно не перераспределяет ресурсы, не поддерживает того, кто нуждается в помощи прямо сейчас. Так и хочется обратиться, а у государства услышь, услышь бизнес, пойди навстречу. Сколько могут нас давить с юга и севера, нам самим надо развиваться, в этом же все должны быть заинтересованы. Бизнес работает, люди получают деньги, люди их тратят, экономика работает, мы движемся вперед, а мы все хотим, чтобы Латвия двигалась вперед. Но ведь периодически происходит как бы встречи представителей бизнеса с руководством страны, то есть какие-то диалоги, они помогают услышать друг друга этим сторонам? Помогают, да. Любой диалог, он всегда полезный, даже когда кажется, что ты говоришь впустую, и результата никакого нет. Мы все равно знаем, что это слышится, что это обсуждается. Ну, как бы, к сожалению, есть много других факторов, которые влияют на принятие решения, в том числе и необходимость согласований с централизованными европейскими органами, и много других факторов, о которых сейчас не будем, наверное, говорить. Поэтому, но смысл в диалоге есть всегда. Вот мы же с вами разговариваем, значит, в этом есть смысл. Конечно, конечно. Татьяна, огромное спасибо. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Татьяна Латышева, докторант экономики, финансист была с нами, с чаяниями бизнеса, который жаждет человеческого и разумного отношения со стороны государства к себе. И, конечно же, пожелаем бизнесу, в общем-то, обрести то, о чем он мечтает, сниженных тарифов и расцвета нам всем. Татьяна, с Новым годом, успехов вам и хорошего дня. Начнем с хорошего дня. Так, что, мы с Олегом завершаем сегодняшнее утро на Болткоме, но программа-то, передача продолжается, продолжается. Все развивается. Так что, хорошего всем дня. Остаемся на Болткоме, читаем Микс Ньюс. До новых встреч.